Ровно вопрос про инженерию, не инженерию, харды, софты. Я сегодня уже пару раз попытался вывести, мы так на этой границе ходим. Ром, Саш, а можете дать себе определение хард-скиллам и софт-скиллам? В чем ключевая разница? Ну, кроме того, что мы уже говорили, что их сложнее оттваивать, дольше, быстрее оттваивать. Как считаете? Я, насколько помню историю, вообще там разделение прошло откуда-то из американской армии. Вот я эту тему изучал где-то пару месяцев назад. И, по-моему, к софт-стан тогда отнесли любые скиллы, которые не связаны с взаимодействием с механизмами и машинами. Вот все, что с людьми, это все отнесли к софт-скиллам. Ну и дальше там уже бизнес-тренера и все остальные на эту тему поработали. Там все эти конструктивные конфронтации, которые мы любим преподавать и все остальное прочее. То есть там довольно много этих софт-скиллов. Ром, как ты бы разделил? Ну да, то есть как бы здесь смысл очень простой. У тебя есть специализация твоя профессиональная. То есть вот все, что в рамках твоей специализации, это хард-скиллы. А все, что за ее пределами, это софт-скиллы. Ну то есть то, что непосредственно не относится к производству твоего продукта. Поэтому, например, если ты сейлс-менеджер, то у тебя софт-скилл коммуникации – это твой хард-скилл. Понял? Слава, просто задумался. Я думаю, что больше я запутал. Ну, смотри, у тебя есть специализация. В рамках твоей специализации ты выполняешь определенные действия. То есть если, например, ты программист, ты программируешь. Если ты, например, сейлс-менеджер, ты продаешь. Если ты, не знаю, кто там, администратор на ресепшене, ты принимаешь звонки, заполняешь карточки там гостей и так далее, занимаешься всякой вот этой вот штуковины. Вот все, что входит в рамках тех работ, которые ты делаешь в рамках производства какого-то ништяка по твоей специализации – это хард-скилл. А если ты технический директор? А если ты технический директор, у тебя хард-скиллов на самом деле, по сути, нет. Потому что вся твоя работа – это сплошной софт-скилл. Ну, как бы, ну, по крайней мере, вот я в основном все время я занимаюсь тем, что трендю с кем-то и разруливаю какие-то дурацкие конфликты. Поэтому в целом-то хард-скилл у меня есть. Я, конечно, я знаю там и инженерную составляю. То есть в слове технический у меня есть хард-скиллы, и в слове директора у меня есть хард-скиллы. То есть вот с точки зрения там бюджетирования, с точки зрения там аркструктуры, всякой прочей фигни. То есть тут у меня набор за счет того, что я директор, у меня куча всякой всякой. Конечно. Но вот софтовая составляющая – это коммуникация, это всякие системные мышления, это критическое мышление, это умение учиться, умение слушать, слышать, тролли-валить, теле-телли. Короче, все, что вот мне относится напрямую к производственной деятельности. Хотя, например, если взять, что если я считаю, что я директор, я еще так или иначе говорю за подбор, например, то я, получается, там тоже уже начинаю. Короче, вот чем выше позиция, тем сложнее ее распилить. Вот так отвечу. То есть, когда ты находишься внизу, когда ты разработчик-программист, у тебя хардскил – это, по сути, программирование. Это вот твой хардскил. Дальше там он может немножко шататься в рамках, не знаю, ты можешь немножко уметь в администрирование, немножко еще во что-то, но это в рамках, опять же, того ништяка, который ты производишь. А чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя грани вот эта начинает смываться потихонечку, потому что ты больше уходишь в линию взаимодействия с людьми. И поскольку это не прямая твоя обязанность, то я считаю, что это софтскил. Если взять, например, там какой-нибудь, там, TeamLitConf, условно говоря, то у нас в софтскилы туда запихнули черт лысого, кроме программирования. Вот все, что не влезло в программирование, все влезло в софтскилы. Но на самом деле, смотри, есть книжка, я сейчас название тяжело вспомнить, но там этих софтскиллов 130 штук. Вот, ее можно, кстати, честно своровать где-то в интернете, я потом название смогу вспомнить, когда кто-нибудь другой микрофон у нее заберет. Вот, там их 130 штук. А хардов у каждой специализации тоже штук по сколько-то. Но это вечный спор, это как курица и яйцо. Никто не знает толком, что это такое, поэтому, например, Сашина гипотеза, она очень-очень близка, скорее всего, к истине. То, что действительно, если ты механик, то ковыряние гаек – это софтскил, а умение попросить ключ на 18, когда тебе на голову капает раскаленное машинное масло – это вот софтскил. Вот, я думаю, что вот что-то здесь. Следующий день ты разделил в свое время. Софты – это все, что ближе к коммуникациям и психологии, а харды – это, как ни парадоксально, все, что считается и все, что настраивается. И у меня происходит, например, следующее разделение. Если ты по отношению к машине, к системе, что-то настроил, и оно работает, то это условный хардкел. То, что ты применил, это, грубо говоря, ты применил что-то, что ты знаешь, что-то технологию, механику, все, что-то. А софтскилами немножко в этом месте сложнее. Вот я себе здесь провел такую вот… Вот я себе здесь провел границу. Потому что ты можешь человеком сегодня еще договориться, и он скажет «Да, окей». А завтра ты приходишь, а у него поменялись обстоятельства, а он что-то передумал, а у него поменялось что-то. А вот с той стороны ты это не всегда видишь. Вот в случае софтскиллов ответ на один и тот же вопрос у человека может быть разный. Не говорю, что он будет разный, что он обязательно должен быть разный. Вот история с софтскиллами, она почему мы говорим, что надо уметь там… Вопрос же не только договариваться. Если бы с той стороны всегда был один и тот же биоробот, договариваться было бы проще. Ты бы его, знаете, пометил бы, то есть у него зелененькая голова и желтенькие плечи. Ага, значит, в этой комбинации надо с ним разговаривать с 9 до 9.15. Все хорошо, было бы очень просто. А люди немножечко разные. И этот чувак завтра приходит, и он с утра был в одном настроении, после обеда уже в другом настроении. И договариваться надо… И прислушаться он то к одному, то к другому. Вот когда нет четкого ответа, когда ты не можешь один раз настроить, и оно продолжает работать, когда ты не можешь применить один и тот же набор в той же самой ситуации, оно тебе поможет, скорее всего, ты где-то вывалился в зону софтскиллов. Вот там, где уже надо просто понимать, что немножечко ширше. И, к сожалению, нет… Почему они мягкие, эти скиллы? Потому что у тебя нет гарантированного ответа, потому что ты не можешь гарантированно применять то же самое, но в следующий раз точно так заработать. Я себя разведу так. Продолжение следует...